Так, давайте поговорим про новое понятие, понятие непрерывности. В принципе, кажется, в школе обсуждают непрерывные функции, и там объясняют, что непрерывная функция – это такая функция, у которой график можно нарисовать без отрыва от карандаша, от бумаги. В принципе, это довольно неплохая идея думать про непрерывные функции, как про функции с таким непрерывным графиком, график которых является какой-то такой кривой, которая не имеет разрывов. Но для наших целей нам понадобится чуть более аккуратное определение, и давайте попробуем его сформулировать. Определение 1. Пусть у меня с функцией f определенная в окрестности некоторой точки х0, включая саму эту точку, то есть в полной окрестности. Называется непрерывной в этой самой точке, в точке х0. И если предел при х, стремящемся к х0, f от х, равняется f от х0. То есть что это означает? Функция называется непрерывной в конкретной точке, в точке х0. Если предел этой функции равен значению этой функции. То есть вот у меня была какая-то картинка, у меня был какой-то график функции. y равняется f от х. Ну давайте пусть это х, это у. Значит, это будет у равняется f от х. Вот у меня есть какая-то точка х0. Значит, нужно, во-первых, чтобы функция была определена в полной окрестности этой точки. Иначе не очень интересно смотреть на все это. Значит, тут у меня есть какая-то окрестность, в которой эта функция определена. И дальше я говорю, что если у меня есть, значит, если у меня х приближается к х0, то значение функции должно приближаться к значению этой функции в точке х0. Ну, в общем, в целом это примерно соответствует нашему какому-то интуитивному представлению о том, кто такие непрерывные функции. Хотя тут есть тоже свои тонкости. Я, может быть, на следующей лекции покажу вам пример функции, которая является непрерывной, но так с первой попытки не скажешь, что она непрерывная. Вот. Ну вот, по крайней мере, на этой картинке, мне кажется, что должно быть более-менее понятно. Идея состоит в том, что значение функции вот в этой точке, значение функции в точке х0 действительно где-то вот здесь находится близко к значениям функции в близких точках, а не убегает куда-то вот сюда или вот сюда или еще куда-нибудь. Чуть-чуть менее формально можно сказать, что функция называется непрерывной, если она принимает близкие значения в близких точках. То есть, если вот вы берете две точки на оси х и смотрите на значение функции в этих двух точках, если ваше значение аргумента близки, если расстояние между ними маленькое, то и значение функции тоже будет небольшим. Ну, значит, про это мы поговорим чуть подробнее, когда будем обсуждать непрерывность на отрезке или еще что-нибудь в этом роде. Вот. Пока что у нас непрерывность конкретной точки, она определяется ровно так, как написано. Значит, есть ли вопросы по этому определению? Значит, бывают случаи, когда функция определена не в полной окрестности точки, а у нас точка находится на границе области определения. Например, можно представить себе, ну, вот скажем, что функция определена на каком-то отрезке. Допустим, я нарисую какой-нибудь отрезочек, скажем, от А до Б. И у меня есть функция, которая определена на этом отрезке. Ну, тогда в граничных точках этого отрезка непонятно, что такое непрерывность в соответствии с тем определением, которое я сейчас дал, потому что в этом определении требуется, чтобы функция была определена в какой-то полной окрестности точки X0. Была определена справа от нее и слева от нее. Но если мы говорим про граничные точки области определения, можно ввести еще одно понятие, значит, определение 2. Если функция f, значит, функция f определенная в полуокрестности. Давайте считать, давайте в такой полуокрестности, значит, от какого-то числа X0 минус какая-нибудь дельта до X0, и X0 включается. Значит, если функция f определенная в такой полуокрестности, то про нее можно говорить, что такое односторонняя непрерывность в этой точке. Значит, называется непрерывный слева в точке X0. И если предел при X, стремящемся к X0 слева, f от X равняется f от X0. Значит, это непрерывность слева. Ну, допустим, для той картинки, которую я нарисовал, значит, у нас функция определенная на отрезке от A до B. Можно сказать, что такое непрерывность слева в точке B. Значит, вот мы выбираем какую-то последовательность. Значит, у нас есть какие-то X, которые будут приближаться к точке B слева. И значение функции в этих точках должно приближаться к значению в точке B. Вот. Ну, и аналогичным образом можно определить непрерывность справа. Вот. Значит, это определение непрерывности функции в точке. И давайте немножко поговорим о том, каким образом функция может... Ну, во-первых, в каких случаях функция... Мы можем сразу сказать, что функция непрерывная, и в каких случаях, наоборот, мы видим, что функция, как говорят, терапит разрывы, и какими эти разрывы бывают. Ну, давайте. Значит, несколько общих утверждений. Значит, утверждение такое. Например, пусть F и G непрерывны в точке X0. Тогда, значит, из функции F и G можно образовывать новые функции. Например, можно образовать функцию F от X плюс G от X. Это некоторая новая функция. Она тоже непрерывна в точке X0. Или можно образовать функцию F от X умножить на G от X. Она тоже непрерывна в точке X0. Или можно образовать функцию F от X делить на G от X. Что можешь сказать про функцию F от X делить на G от X? Будет она обязательно непрерывна в точке X0? Не обязательно. Например, G от X может принимать нулевое значение. Да. Ну, вот давайте потребуем, чтобы G от X не принимал нулевого значения в точке X0. И тогда F от X делить на G от X тоже будет непрерывно. Значит, непрерывно в точке X0, если G в точке X0 принимает ненулевое значение. Ну, вот такое утверждение. Ну, давайте посмотрим на него внимательно. Видно ли, что, по крайней мере, первые два пункта очень простые? Как доказать первые два пункта? Значит, про непрерывность суммы и произведения. По арифметике пределов и определению. Да, просто это прямое следствие из арифметики пределов. Мы знаем, что если... Ну, давайте я скажу два слова, допустим, про сумму доказательства. Один и два мгновенно следуют из арифметики пределов. Например, если мы знаем, что F и G непрерывны, мы знаем, что предел при X, стремящемся к X0, функция F от X плюс G от X равняется сумме пределов. Значит, по определению непрерывности эти пределы обязаны существовать, ну, потому что они обязаны равняться у нас по определению. Соответствующий предел должен равняться значению функции. Ну, а если что-то чему-то равняется, то оно по крайней мере должно существовать. Поэтому, конечно, в определении непрерывности подразумевается, что этот предел безусловно существует. Иначе никак не сформулируют даже такое равенство. Вот, поэтому эти пределы существуют, поэтому можно применить тему о пределе суммы. Ну, а с другой стороны, значит, каждый из них равен... Первый равен F от X0, а второй равен G от X0. Ну, вот мы и получили то, что хотели. Значит, это наша новая функция. F от X плюс G от X. Ее предел при X, стремящемся к X0, равняется пределу той же самой функции, только посчитанной в точке X0. Ну, и второй пункт делает абсолютно точно так же. Что нужно сказать про третий пункт? Про деление. Нам нужно сказать, что F от X делить на G от X непрерывно в точке X0, если G от X0 не равняется нулю. Почему это так? Какие здесь вообще могут возникнуть препятствия? Значит, понятно, что мы, по крайней мере, потребовали, чтобы значение этой функции было определено в самой точке X0 в этом вот условии. Но, кажется, этого маловато будет. Значит, есть еще потенциальные препятствия. Скажите, какие? Значит, какие вообще могут возникнуть проблемы? Давайте я открою определение непрерывности. Значит, с чем здесь может возникнуть проблема? Но у нас может не существовать предела F от X0 делить на G от X0. Да, на самом деле тут может возникнуть еще такая проблема, что функция может быть просто не определена в какой-то окрестности. Но это, на самом деле, делается ровно точно так же, опять же, по арифметике пределов. В общем, делается, кажется, все примерно таким же образом. Единственное, о чем можно сказать здесь, это заметить, что если функция G принимает ненулевое значение в точке X0, то это означает, что ее предел тоже ненулевой, и значит, она отделена от нуля в некоторой окрестности. Из этого, в частности, следует, что вот это выражение, в принципе, определено. Опять же, когда мы говорили про арифметику пределов, мы это все подробно обсуждали. Ну, давайте... Мы это говорили про арифметику пределов для последовательности, но давайте я сейчас аккуратненько это рассуждение все-таки проведу. Значит, если G от X0 не равняется нулю, то предел при X, стремящемся к X0, G от X тоже не равен нулю. Тогда обязательно существует такая дельта больше нуля, что для всех X в дельта окрестности точки X0, X0, G от X не равен нулю. Значит, я утверждаю следующее. Я утверждаю, что если непрерывная функция в какой-то точке принимает ненулевое значение, я взял точку X0, Значит, вот у меня есть точка X0, есть какая-то непрерывная функция. Если я знаю, что функция непрерывна в точке X0 и принимает в этой самой точке X0 ненулевое значение, то тогда обязательно найдется такая окрестность точки X0, в которой наша функция тоже принимает ненулевое значение. Как это доказать? Что-то похожее мы доказывали для последовательности. Значит, как доказать, что есть целая окрестность точки X0, в которой функция принимает ненулевое значение? Так, ну скажите кто-нибудь. Какие есть идеи, как это доказать? Ну, возьмем дельту, равную среднему морю, между нелем и X0. Сейчас, дельту равную чего? Ну, X0 делить на 2 просто. X0 делить на 2? Вот так? Ну, это у меня на картинке она так получилась. А мало ли, вдруг бы у меня вот этот график был бы не такой, как я нарисовал, а какой-нибудь вот такой вот. Давайте я эту дельту сейчас тоже переделаю. А вдруг этот график шел бы как-нибудь вот так вот. Побыстрее я бы уходил к нулю. Или даже давайте еще как-нибудь. Вот таким вот он был бы. X0 пополам точно бы не сработало. Идея взять от чего-нибудь пополам хорошая, но точно не от X0. Или представьте себе, что X0 был бы равен нулю. Можно взять от X0 пополам. Да, значит, нужно взять... Нужно взять... Только кого нужно взять в качестве? То есть идея взять G от X0 пополам – это хорошая идея. Но что с ним дальше делать? Значит, это у меня... Это у меня Y равняется G от X. Значит, здесь у меня X, здесь у меня Y. Значит, и что делать с этим самым G от X0 пополам? Значит, хорошая идея действительно взять какую-нибудь вот такую вот штуку. Вот я хочу... Вот у меня... Вот это у меня G от X0 пополам. Значит, и что я хочу теперь с этой штукой сделать? Найти X для него. Ну, в смысле, вы хотите найти вот эту точку? Точку пересечения? Ну да, нет. Еще нужно доказывать, что она существует. Я ведь не требовал... Я на самом деле, смотрите, я требовал довольно мало. Я требовал только непрерывность точки X0. Что происходит в близких точках, я вообще говоря, не знаю. У меня может такое быть, что у меня функция в точке X0 непрерывная, а в какой-нибудь точке поблизости уже не является непрерывной. Поэтому, может быть, что вот этой точки пересечения здесь вообще нет. Представьте себе, что она ведет себя... Представьте себе, что у меня эта функция ведет себя как-нибудь вот так. Она вот такая вот. Вот здесь вот она еще принимает какие-то вот такие значения. А дальше вот она принимает вот такое значение. И вот здесь вот уже принимает значение 0. Вот такая функция. Так, значит, дельта равняется модуль G от X0. Значит, это... Ну, хорошо. Я не понимаю, окрестность-то как выбрать? Вы хотите выбрать окрестность? Вы хотите выбирать вот здесь какие-то штуки в зависимости от... Значит, нет, я пока не понимаю. Значит, дельта – это какая-то штука, которая вот здесь живет. G – это какая-то штука, которая живет вот здесь. Значит, вы... Вряд ли есть какая-то непосредственная... Вряд ли вы можете непосредственно переносить какие-то штуки вот здесь, вот сюда вот. Это нужно с помощью какого-то инструмента делать. epsilon равняется сжатых столь пополам о это хорошая идея значит возник epsilon кто такой значит кто такой этот эпсилон кирилл ну это игрек окрестностей ну да но собственно откуда берется этот эпсилон изначально откуда он возникает мы его кладем в определение совершенно верно у нас есть вот это утверждение про то что предел значит равен чему-то но не нулю значит давайте я нарисую вот это вот у нас же от x0 теперь мы говорим что давайте мы знаем по определению предела давайте я как-нибудь эту штуку отмечу раз возникли вопросы давайте я напишу доказательства это утверждение я хотел его таким вот образом оставить предполагаю что это достаточно очевидно но давайте объясню подробнее доказываю сейчас я доказываю вот это вот вот это утверждение о существовании этой самой дельты значит по определению предела значит вот вот это вот предел а который звездочка отмечен для всякого эпсилон больше нуля найдется такая дельта от эпсилон такая что для всех иксов из проколотой дельта окрестностей точки x0 f от x минус же от x0 ой не фуме там же от x минус же от x0 по модулю меньше эпсилон значит положим эпсилон равняется же от x0 пополам но на самом деле нужно конечно брать не же от x0 пополам потому что же от x0 может быть отрицательным давайте возьмем модуль же от x0 пополам и тогда мы получим вот такую окрестность точке же от x0 и эта окрестность не будет содержать давайте эту окрестность тут нарисую вот она значит вот это же от x0 плюс эпсилон это же от x0 минус эпсилон и вот такая у меня окрестность это окрестность которая сейчас нарисовал точно не будет содержать в себе нуля но опять же можно тоже написать как неравенство треугольника и доказать аккуратно я сейчас не хочу этого делать и тогда тогда найдется дельта равная дельта от вот этого эпсилона такая что для всех иксов из проколотой дельта окрестности точки x0 f от x будет лежать в соответствующей дельта окрестности точке g от x0 и эта самая дельта окрестность не содержит нуля но это означает что у нас нашлась здесь какая-то дельта окрестность значит такая что все точки из этой из проколотой дельта окрестности переходят в мою эпсилон окрестность вот сюда вот значит все эти точки не принимать ни нулевые значения но смотрите а не прокол то здесь проколотая окрестность а я хочу сделать утверждение про полную окрестность Почему я могу сделать утверждение про полную окрестность? Почему с точкой x0 тоже нет никаких проблем? У нас по предположению же от x0 не 0. Поэтому уж точно сама точка x0 переходит не в 0. Ну и вот мы доказали, что близкие к ней точки тоже переходят не в 0. Значит, все, это мы доказали вот это утверждение. Давайте я скажу, что оно вот здесь началось и вот здесь закончилось. Ну а дальше просто арифметика пределов. Значит, следовательно, найдется окрестность, на которой функция f деленная на g существует. И по арифметике пределов. Предел частного района частного предела. Прошу прощения, откуда у нас появляется f от x вот в предыдущей там строке? Там, конечно, не должно быть, это, конечно, g, 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 g. И я их постоянно уже привык во всех этих определениях писать f, и поэтому по инерции написал f. Вот. Значит, по арифметике пределов этот предел таким образом равняется пределу частного. Ну а дальше по непрерывности каждой из функций f и g, он равняется f от x0 делить на g от x0, что и требовалось доказать. Так, давайте посмотрим на это утверждение, если по нему вопросы. Так, наверх. Можете посидеть? Давайте. В конце вашего вспомогательного утверждения вы пишете, что g от x принадлежит фигма. Конечно, не дельта окрестности, а эпсилон окрестности. Это опечатка. Вот такая штука должна быть. И вот здесь тоже эпсилон должен быть. Так, хорошо, что вы заметили. Но, по идее, вы должны были поймать меня за руку, как только я это написал. Если сомневаетесь, лучше сразу спросить. Нет, конечно, эпсилон. Так, давайте еще вопросы. Может, еще какие-то ошибки есть? А почему мы берем такой эпсилон? Ну, смотрите, нам нужно выбрать такой эпсилон, чтобы эпсилон окрестность точки g от x0 не содержала нуля. И это означает, что, ну, как это сделать? Ну, мы просто берем вот это расстояние от g от x0 до нуля, то есть модуль g от x0, делим его пополам. Это такой прием. Мы такого типа приема уже много раз пользовались, когда мы хотим чего-то от чего-то отделить. На который? Значит, существует окрестность, на которой функция f, деленная на g, существует. Как, я про эпсилон окрестность ответил, откуда она берется, почему она такая? Почему эпсилон именно такой? Хорошо. Ну, ладно, наверное, можно дальше двигаться. Так, давайте. Смотрите, значит, из только что доказанного утверждения мгновенно следует, что всякие, значит, например, отсюда следует, что многочлены непрерывны во всех точках области определения. многочлены — это всякие штуки вот такого вида. где а0, а1 и так далее, аn — какие-то просто числа. Значит, вот такие вот функции. Дальше рациональные функции — это функции, которые являются отношением двух многочленов. это функции типа f от x равняется p от x делить на q от x. по и ку многочлены. Эти штуки где непрерывны? Про многочлены можно даже сказать, что они непрерывны не просто во всех точках области определения, а вообще во всех точках вещественной прямой. А вот про рациональные функции, функции вида, поделенные на q. Они непрерывны там, где q не обращается в 0, то есть тоже непрерывны на своей области определения. Значит, там, где q от x не 0. На самом деле, видно, что эти два утверждения прямо следуют из предыдущей. Значит, мы точно знаем, что y равняется x непрерывной, ну, значит, все степени непрерывные, значит, сумма таких степенных штук непрерывной с какими-то коэффициентами, что отношения таких штук непрерывны, если только знаменатель не обнуляется. В общем, все это следует из той теоремы, которую мы только что доказали. На самом деле, неформальное правило примерно такое, что если у вас написана какая-то функция, что написана в виде формулы с использованием обычных каких-то функций, там, синусов, косинусов, экспонент и так далее, то она, как правило, непрерывна на всей области определения. Если только нет ничего такого специфического, ну, сейчас про всякие специфические штуки мы поговорим. Ну, там на семинаре вы докажете, что синус непрерывный всюду, что экспоненты всюду непрерывны, любые показательные функции всюду непрерывны. В общем, все это тоже можно доказывать. Давайте поговорим, наоборот, про точки разрывов. Значит, следующий пункт – это точки разрывов. Давайте я попробую дать какое-то определение. Мы скажем, что пусть функция f определена в проколотой окрестности точке x0 и не является непрерывной в этой точке. Тогда скажем, что она, значит, f терпит разрыв в этой самой точке x0. Давайте поговорим о том, какие бывают разрывы. Значит, есть некоторая классификация точек разрывов. В российской традиции разрывы делятся на разрывы первого рода или второго рода. Если вы когда-нибудь будете придумывать классификацию чего-нибудь, и этого чего-нибудь у вас будет два разных типа, пожалуйста, придумайте какие-нибудь более понятные, запоминаемые названия, чем что-то первого рода и что-то второго рода. Но, значит, тут не придумали, значит, и как-то, вернее-то их так и называть. Значит, разрыв первого рода. Значит, разрыв первого рода – это когда существуют пределы справа и пределы слева. Значит, если они существуют, то, возможно, два варианта. Они могут либо совпадать, либо не совпадать. Значит, давайте пункт 1.1. Разрыв, который называется скачок. По-английски jump. Это ситуация, когда предел слева и предел справа существуют, но они не равны друг другу. Значит, это такого типа штука. Давайте я нарисую картинку. Представьте себе, что у меня какая-нибудь функция есть, которая до точки х0 задается одной формулой. Скажем, до точки х0 она задается как у равняется х. А после точки х0 она задается какой-нибудь другой формулой. Скажем, равняется минус единице тоже детстве. Вот такая вот функция. Вот она в точке х0 терпит разрыв типа скачок. У нас предел слева равен единице, а предел справа равен минус единице. Значит, дальше. Второй случай – это когда предел слева равен пределу справа. Ну, и в этом случае существует просто предел. И он равен этим двум. Значит, что это значит? Как в этом случае функция может не быть непрерывной? Ну, это такая история. Ну, во-первых, может так оказаться, что функция вообще не определена в точке х0. В этом случае она там тоже может терпеть разрыв. Когда я определял, что такое, что означает, что функция терпит разрыв, я потребовал просто определенности только в проколотой окрестности. Мне нужна здесь определенность в полной окрестности. Соответственно, возможно, такая ситуация. Либо функция вообще не определена в этой точке. Значит, у меня предел слева равен пределу справа, а функция вообще не определена в этой точке. Такое может быть. И другой вариант. Эта функция определена в этой точке, но значение принимает совсем неравное значению предела. Что-нибудь в таком роде. Значит, эта штука называется устранимым разрывом. Почему он устранимый? Ну, потому что вам достаточно либо доопределить функцию в одной точке, либо переопределить функцию в одной точке. То есть, вы можете сказать, что вот я вместо рассмотрения старой функции рассматриваю новую функцию, которая отличается от старой значением ровно в одной точке. В этом случае можно сказать, что я до- или переопределяю значение функции в этой точке. Значит, устранимый – это, кажется, и то, и то. И то, и то называется устранимым. По крайней мере, является ли функцией, которая принимает значение 1 для рациональных и минус 1 для рациональных непрерывной? Очень хороший вопрос. Значит, сейчас я отвечу на него. Кажется, здесь обе картинки называются устранимым разрывом. Дальше. Значит, на этом разрывы первого рода заканчиваются. Как вы думаете, что такое разрыв второго рода? Все остальное, да. Все, что не является разрывом первого рода, любой разрыв, не являющийся разрывом первого рода, является разрывом второго рода. Существует. Да. Когда хотя бы один односторонний предел не существует, значит. Ну, тут тоже бывает по-разному. Например, значит, на Западе не называют разрыв первого и второго рода, если я не ошибаюсь. На Западе просто говорят, что вот это ошибка, это джамп, устранимый, я забыл. Ну, по-моему, по смыслу так и говорят, что устранимый. Только я слово забыл. Надо посмотреть в учебнике Стюарта, это есть. Еще бывают, значит, разрывы, которые проходят через бесконечность. Иногда их называют полюсами. Значит, полюс – это означает, что предел при х, стремящемся к х0, f от х равняется бесконечности. Значит, это, ну, здесь стандартный пример – это функция типа единица, деленная на х. Значит, вот у нас. Значит, типичная ситуация – разрывы типа полюс. И, наконец, все остальное называется существенным разрывом. Значит, тут бывают всякие довольно странные вещи. Но вы на семинарах, я думаю, обсуждали такой пример. Значит, тут есть функция, которая называется, например, косинус π, деленная на х. Вот такая чудесная функция. И она устроена так. Значит, она совершает колебания по мере приближения к нулю. Все быстрее и быстрее колеблется вверх и вниз. Была такая картинка на семинаре? Полюс – не частный случай скачка, потому что для скачка требуется, чтобы эти пределы существовали. То есть, ну, как бы существовали как конечные числа. Давайте я явно здесь напишу, существуют конечные пределы. Вот. Ну, вот пример, значит, пример существенного разрыва – это как раз то, что происходит с этой функцией, когда мы приближаемся к нулю. Вот здесь в точке 0. Тут уж так, на первый взгляд, ты не скажешь, что у нее разрыв. Когда мы произносим слово «разрыв», мы думаем о чем-нибудь, похожем на такую картинку со скачком или на такую картинку с переходом через бесконечность. Но, тем не менее, формально по определению, вот для такой функции, для функции косинус п, деленной на х, которая все быстрее и быстрее осциллирует, приближаясь к нулю, в точке 0 эта функция тоже терапит разрыв. Трудно его себе представить, но, тем не менее, формально это разрыв, и это разрыв второго рода, который называется существенным разрывом. Вот. Не то, чтобы я был большим фанатом всяких абстрактных классификаций, но тут полезно понимать, какие именно бывают, какие в принципе могут быть нарушения непрерывности. Ну вот они бывают некоторых относительно понятных видов, вот таких, вот таких, вот таких, худо-бедно вот таких, но и бывают вот такие странненькие. Подожди, можно еще раз, пожалуйста, насчет последнего рисунка, где здесь разрыв? Вот в точке 0. Его почти невозможно нарисовать, но он есть. То есть, поскольку я не могу нарисовать, что точно происходит в точке 0, мне трудно и разрыв показать. Вот. Но суть в том, что у вас функция, вот эта функция косинус пи деленная на х, она, значит, по мере того, как х уменьшается, у вас пи деленная на х проходит всевозможные значения, значит, он стремится к бесконечности, и у вас косинус там колеблется от минус единицы до плюс единицы очень-очень много раз, бесконечно много раз. Вот. И поэтому у вас нет никакого предела при х, стремящемся к нулю, а раз нет предела, то нет и непрерывности. Но тут еще и функция не определена в нуле, но даже если бы я эту функцию как-нибудь определил бы в нуле, все равно бы непрерывности не было. Вот. Поэтому тут есть разрыв, хотя я говорю, что нарисовать его довольно трудно. Вот. На семинаре вы потренируетесь определять, какие у вас типы разрывов в тех или иных практических случаях. Вот. Но есть ли вопросы по этой классификации? Виктор, значит, честно говоря, мне кажется, что это тоже называется существенным разрывом, но тут я сейчас руку на сечении не дам. Значит, вопрос про вот такую штуку, например, у вас здесь конечная штука с одной стороны, с другой стороны бесконечность. Конечно, вот такая вот вещь. Я считаю, что это тоже существенный разрыв, но по некоторым, так сказать, довольно, по некоторым причинам, которые я сейчас не могу объяснить, потому что это некоторые, на самом деле, факты с комплексного анализа. Вот. Мне кажется, что это тоже существенный разрыв, но, может быть, здесь терминология может немножко плавать. Ну, давайте считать, что для нас это будет тоже существенный разрыв. Окей. Ну что, давайте пойдем дальше. Значит, мне сейчас хочется вот что сказать. Мне хочется научиться говорить более аккуратно утверждение о том, что функции, заданные формулами, как правило, непрерывно на своей области определения. Для того, чтобы это сказать аккуратно, мне нужно обсудить еще один способ создания новых функций путем записывания формул. Значит, ну вот, с одной стороны, мы можем записывать функции с помощью формул так вот, х квадрат плюс 2х. Вот я создал функцию, записав ее в виде формулы. Но формулы бывают более сложными, чем просто какие-то суммы частные и так далее. Бывают формулы, которые заданы как-нибудь вот так, например. Вот у вас есть функция, давайте я ее обозначу через h от х, которая есть квадратный корень из х квадрат плюс 2х. Это пример так называемой сложной функции или композиции функций. Можно сказать, что функция h является композицией двух функций. h от х равняется g от f от х. То есть это означает, что я вычисляю значения. Сначала беру х, вычисляю значения функции f от х. Результат этой функции f от х подставляю в функцию g. И то, что у меня получится в результате, есть значение функции h. Значит, это пример сложная функция или другой термин композиция функций f и g. Давайте посмотрим для этого примера, что такое f, а что такое g. f это x квадрат плюс 2х, а g это корень из х. Да, значит, f это вот эта внутренняя функция, то, что у нас написано, то, что выполняется первым. f это x квадрат плюс 2х, а g, здесь лучше использовать другую букву, чтобы не путаться. Давайте я буду обозначать аргумент внешней функции через y. Значит, тогда g от y это есть корень из y. В частности, использование другой буквы избавляет нас от соблазна написать, что g это корень из х квадрата плюс 2х. Это было бы неправдой. g это просто функция извлечения корня от своего аргумента. Мы сюда вместо y подставляем вот эту штуку. И получается ровно то, что здесь написано. Значит, утверждение, которое бы мне хотелось бы сейчас доказать. Ну, собственно говоря, давайте я скажу, какое утверждение я хочу сделать. Значит, теорема, которую я хочу доказать, такая. Пусть функция f непрерывно в точке x0, а g непрерывно в какой точке? f от x. Тогда функция h, которая является композицией g от f от x, непрерывно в точке x0. Значит, имея в руках такую теорему, мне будет очень легко доказывать всякое утверждение, типа того, что вот такая функция непрерывно. Ну, действительно, я сначала докажу, что корень непрерывный. И это, в общем, простая вещь, мы такое делали. А после этого все будет автоматически. Значит, я знаю, что у меня внутренняя функция непрерывно всюду, где определена. И я знаю, что у меня внешняя функция тоже непрерывно всюду, где определена. Значит, всюду, где определено вот это выражение, композиция тоже непрерывна. По этой теореме. Давайте я сформулирую утверждение, которое мне понадобится для того, чтобы эту теорему доказать. Значит, это еще одна теорема. Предел сложной функции. Но давайте, прежде чем, на самом деле, теорему сформулировать, давайте я сформулирую утверждение, которое хотелось бы, чтобы было верным, а потом мы посмотрим, верно оно или нет. Значит, верно ли утверждение. Значит, если предел при х, стремящемся к х0, f от х, равняется у0, и предел при у, стремящемся к у0, g от у, равняется какому-то числу b, то предел при х, стремящемся к х0, g от f от х, равняется b. Значит, давайте я сначала попробую вас убедить в том, что это правда. Но действительно, смотрите, когда х приближается к х0, f от х приближается к у0. То есть это означает, что когда вот в этом пределе х приближается к х0, вот эта штука приближается к у0. А с другой стороны, мы знаем, что когда аргумент функции g, вот этот y, приближается к у0, то значение g приближается к точке b. Значит, логично, что вот здесь вот эта штука тоже должна, что вот это выражение тоже должно приближаться к точке b. Правда это или нет? Нет, это не правда, потому что у нас же ведь... А, поди секундочку, а мы оговорим то, что эта функция непрерывна? Нет, вот здесь, в той формулафе, которая у нас сейчас есть, никакой непрерывности. Ну, тогда там первое f от х может задаваться, как f от х, я не знаю, равно минус, ну, я не знаю, нулю в точке конкретно х0. У нас же проколотая окрестность только рассматривается, поэтому убирать предел нельзя так просто, потому что там значение может быть другое. Ну, и что? Ну, и что? Ну, так если там значение не у0, то это вообще уже не имеет никакого смысла. Ну, так и здесь тоже не... Сейчас, не понимаю, в чем проблема. Значит, вы говорите, что значение функции f в точке х0 может не равняться у0. Я говорю, может. Я нигде ничего про значение функции f в точке х0 и не говорю. Я говорю следующее. Я говорю, что когда х будет приближаться к точке х0, вот эта штука будет приближаться к b. Это совершенно, образом, не требует того, чтобы значение функции f в точке х0 хоть чему-то доравнялось. Оно может там вообще... А, да-да-да, прошу прощения. Так, хорошо. Какие еще есть варианты? Нет. На самом деле идея о том, что если непрерывности нет, то что-то ломается, это правильная идея. Но вы немножко не с той стороны к этой идее подошли. Какие еще есть варианты? Может ли кто-нибудь придумать контрпример к вот этому утверждению? Он может стремиться к плюсу и минусу бесконечности, справа и слева шатлится на пли fx. Но записано это будет к бесконечности. Нет, нет, нет. Здесь вот все вот эти вот штуки, все эти штуки — это числа. Все эти штуки — это числа. Нет, нет, нет. Если не говоря наобратно, это всегда, когда говорится, что продел равен какой-то штуке, эта штука является числом. Никаких бесконечностей нет. Что-нибудь в духе f от x — это x в рациональных нолях в рациональных, а g от y — это одна y, и в нуле оно скажется сломается. Но у вас функция f тогда не будет никакого проделана, на самом деле, это функция, которую вы сказали. Нет, в нуле. Я хочу, чтобы она была x в рациональных, а нолик в рациональных, а я понял, я понял. Вы хотите функцию, так сказать, такую функцию Riemann, x умножить на функцию Dirichlet. Да, а сейчас, а внешнюю функцию, от внешней функции чего вы хотите? Одна x в, ну, одна y в. Одна y. Сейчас, но одна y никуда не стремится в нуля. Чему у вас b равно? Да, неприятно, извиняюсь. Нет, слишком сложный пример. Смотрите, на самом деле, пример, который я хочу привести, очень простой. Контр-пример. Давайте мы скажем вот что. У нас пусть внутренняя функция будет устроена так. Нет, давайте даже вот как. Значит, я начну с внешней функции. Пусть у меня функция g устроена так. g от x равняется, скажем, 3 при x не равно 1 и 5 при x равно 1. Внутренняя функция f равняется, как вы думаете, чему? Я хочу, чтобы f вообще было константой. Какой? Давайте f от x равно 1. Смотрите, что при этом происходит? Чему равняется предел при x, стремящемся… Ну, давайте x0 равняется 1. Сейчас, плохо я… Нет, давайте какой-нибудь другой x0 возьмем. Давайте x0 равняется 7, например. Значит, x0 равняется 7. Значит, что вы можете сказать про предел при x, стремящемся к 7 от функции f от x? 1. 1. Что вы можете сказать про предел при x, стремящемся… Это не x, а y здесь должен быть. Давайте я здесь тоже переименую. Значит, у меня внешняя функция… Мне проще использовать другую букву, другое обозначение. Значит, g от y. Значит, если y стремится, соответственно, к единице, что вы можете сказать про вот такой предел? Чему равняется предел при y, стремящемся к единице, от функции g от y? Если g от y принимает значение 3 при y не равном единице и 5 при y равном единице. Он, конечно, равен 3. Потому что во всех точках, кроме единицы, функция принимает значение 3. А что вы теперь можете сказать про предел сложной функции? Если у вас x стремится к единице, и функция f от g от x. Значит, что такое f от g от x? О, наоборот, g от f от x. Что такое g от f от x? Всегда 5. Это всегда 5. Потому что у вас f от x всегда единица. И, значит, значение функции g при любых x, если вы считаете значение функции g, в которой поставлено f от x, это всегда вот эта пятерка. Значит, и предел равен 5. Вот пример нарушения нашего утверждения. Заметьте, что нам потребовалось, для того, чтобы этот пример изготовить, нам потребовалось функцию g сделать не непрерывной в точке 1. И это ключевое место этого примера. Давайте сначала посмотрим внимательно на этот контрпример. Есть ли по нему вопросы? Все ли согласны с тем, что это действительно контрпример к тому утверждению, которое я хотел сформулировать? А можете, пожалуйста, еще раз объяснить про строчку, где y стремится к 1, g от y равно 3? Да, давайте смотреть. Еще раз. У нас функция g от y устроена так. Она во всех точках, кроме точки 1, принимает значение... Сейчас, это значит у нас y, это пусть будет z. И она во всех точках, кроме единицы, принимает значение 3. А в точке 1 она принимает значение 5. Вот такая функция. Значит, если y приближается к единице, то наша функция приближается, она, собственно говоря, всегда просто тройка. Как раз показываете, из-за чего контрпример строится. Как раз этот разрыв. Ну да, ну да. Вот этот разрыв, да. Как, я объяснил, почему вот этот предел равен 3? Если y стремится к единице, то y не равен единице. А если y не равен единице, то есть когда мы смотрим в определение предела, мы там рассматриваем проколотую окрестность. Это означает, что мы никогда не смотрим на значение функции в самой точке, к которой происходит стремление. Нам вообще не важно, чему равняется значение функции в этой точке. Окей. Смотрите, давайте я попробую сейчас сформулировать и доказать одно из тех утверждений, которые действительно верны. Значит, утверждение такое. Значит, теперь уже теорема. Пусть внешняя функция, g непрерывно в точке f от x0 и предел при x, стремящемся к x0, f от x равняется y0. Тогда предел при x, стремящемся к x0, g от f от x равняется g от y к 0. Значит, вот такое утверждение. То есть, если внешняя функция оказывается непрерывной в той точке, где мы работаем, то теорема определяя сложные функции работает. У меня остается не очень много времени, но давайте я попробую за это время эту теорему доказать. Значит, для того, чтобы работать с композицией двух функций, проще всего представлять себе вот такую картинку. Я нарисую три вертикальные прямые, каждый из которых будет соответствовать своей оси координат. Значит, вот у меня есть прямая x, вот у меня есть прямая y, вот у меня есть прямая z. Мои отображения задаются стрелочками. Например, вот здесь у меня есть какая-то точка x. Ну, хорошо, пусть это будет точка какая-нибудь x1. Значит, я могу поставить стрелочку. Здесь сказать, что эта стрелочка соответствует функции f. f отображает x1 в f от x1. С другой стороны, если у меня есть какая-то точка y, 2, например, я могу подействовать на нее функцией g и получить g от y, 2. И эта штука уже будет принадлежать оси z. С помощью такой иллюстрации можно хорошо представить себе, что у нас происходит в нашей теореме. Смотрите. Значит, давайте я сейчас эту иллюстрацию немножко перерисую, чтобы она не была такой перегруженной. Это было просто то, как устроена иллюстрация. Куда-нибудь я сейчас запихну. Что ж такое-то? Значит, а теперь уже нарисую настоящую боевую иллюстрацию. Значит, это x, это y, это z. Значит, вот у меня есть точка x0. Дальше. У меня есть здесь где-то точка y0. Правда ли, что f от x0 обязательно переходит в y0? Нет. Неправда. Нигде такого не сказано. Сказано, что предел при x, стремящемся к x0, f от x равняется y0. Но, значит, давайте к этому еще вернемся. Давайте теперь посмотрим на y0. Значит, y0 переходит под действием функции g. Оно переходит в точку g от y0. И тут уже никаких проблем нет. Значит, вот у нас y0 переходит в жатый y0. Смотрите, теперь давайте я нарисую какие-нибудь окрестности. Значит, нам известно, что... Во-первых, нам известно, что предел при x, стремящемся к x0, f от x равняется y0. Что это означает? Это означает, что если я хочу попасть в некоторую эпсилон-окрестность точки y0, значит, вот здесь у меня будет какой-то эпсилон 1, то найдется такая дельта-окрестность точки x0. Значит, вот здесь вот найдется какая-то дельта. Такая, что вся проколотая дельта-окрестность точки x1, значит, это будет x1 плюс дельта 1, это будет x0 минус дельта 1. Значит, вся эта проколотая окрестность целиком переходит вот в эту эпсилон-окрестность. То есть все точки, которые начинаются... Все точки x здесь под действием f оказываются где-то в эпсилон-окрестности точки y0 вот здесь. Это определение предела для вот этой функции, для функции f. Значит, немножко непривычная иллюстрация, но, значит, помните, что мы утверждали. Мы утверждали, что для всякого эпсилона найдется такая дельта, что если x находится в проколотой дельта-окрестности точки x0, то значение функции, которая здесь отображается вот такой вот стрелочкой, будет находиться в эпсилон-окрестности точки y0. Ну вот я эту эпсилон-окрестность нарисовал. Давайте я ее даже нарисую полной, потому что здесь как раз никаких ограничений нет. аналогично можно рассмотреть второе утверждение, а именно утверждение про непрерывность g. Утверждение про непрерывность говорит нам, что, давайте я его перепишу в терминных пределов, предел при y, стремящемся к y0, g от y равняется g от y0. Что это означает? Это означает, что я теперь могу выбрать какую-нибудь эпсилон-окрестность вот здесь на оси z. Значит, вот здесь у меня есть какой-то свой эпсилон. Давайте я скажу, что это эпсилон 2. И у меня обязательно найдется такая дельта-окрестность здесь на оси y, вот тут вот. Опять же, проколотая дельта-окрестность. Такая, что все точки из этой проколотой дельта-окрестности переходят куда-то внутрь вот этой эпсилон-окрестности. Значит, вот эта штука называется дельта-2. Она зависит от эпсилон-2. Понятна ли картинка? На картинке символически изображено определение для двух пределов. Один предел, вот он, предел по x. Значит, я сказал, что для всякой эпсилон-1-окрестности точки y найдется дельта-1-окрестность точки x0, проколотая. Такая, что она вся целиком под действием моей функции. Под действием моей функции f. Значит, вот здесь у меня действует функция f. А вот здесь у меня действует функция g. Значит, под действием функции f. Они все, вот эти вот все точки переходят в точки вот здесь. С другой стороны, про вторую пару верно похожие утверждения. Здесь теперь свой эпсилон, и мы получаем свою дельту. Теперь, что я хочу сказать. Я хочу сказать утверждение такого типа, что... Значит, давайте я нарисую еще раз эту картинку. Значит, вот у меня есть точка x0. Здесь у меня есть точка g от y0. Значит, что я хочу сказать. Хочу сказать, что если я возьму какую-нибудь эпсилон-окрестность точки... То есть возьму какую-нибудь эпсилон-окрестность здесь. У меня найдется дельта-окрестность вот здесь, проколотая. Такая, что если я стартую из этой дельта-окрестности, под действую сначала функции f, потом под действую функцией g, то есть это означает, что я под действую как раз композицией двух функций, то я обязательно попаду вот сюда. Выписываю на окрестность точки g от y0. Значит, вот это то, что я хочу доказать. Значит, вот это вот мы хотим доказать. Всю вот эту картинку. Вот это у нас есть. Вопрос. Как выбирать дельту по эпсилон? Значит, какую дельту мне нужно выбрать вот здесь, так, чтобы из вот этой проколотой окрестности попасть в эпсилон-окрестность точки g от y0 под действием вот таких вот два скачка? Ну, дельта должна быть от дельты 2. Дельта, значит, дельта какая от дельты какой? Дельта 2 от дельта, ой, дельта 2 от эпсилон-2. А, эпсилон-2 как определить? Эпсилон будет... Эпсилон-2 это наш эпсилон. Хорошо. Сейчас, но дельта 2 это вот эта штука, она вот здесь живет. Дельта 1 от дельта 2 от эпсилон. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это тот случай, если бы я был в аудитории, я бы, значит, на вас бы довольно посмотрел бы и улыбнулся бы. А так могу только в камеру посмотреть. Но все равно я довольно улыбаюсь. Совершенно верно. Смотрите. Какая идея? Давайте возьмем... Давайте возьмем дельту, равную дельта 1 от дельта 2 от эпсилон. И, в общем-то, на этом доказательство более-менее закончилось. Значит, сейчас я отвечу на вопрос Егора. Значит, правда ли, что окрестность эпсилон-1 должна быть проколотой? Сейчас, смотрите. Вот про эту вот синенькую окрестность у эпсилон-1 я утверждаю только то, что в нее попадают точки вот из этой проколотой окрестности. Сама она при этом может быть непроколотой. Может такое быть, что у нас какая-то точка отсюда попадет ровно в нее. И это как раз ровно та самая проблема, с которой мы столкнулись. Давайте проверим, что вот такая дельта сработает. Смотрите. Значит, если я выбрал вот такую дельту, то это означает следующее. Я выбрал вот здесь, я выбрал эпсилон, который равен моему эпсилону. Значит, на оси z. После этого на оси y я выбрал такую дельту, значит, давайте я буду рисовать вот здесь. Значит, вот здесь на оси y я выбрал такую дельту 2 от этого эпсилона, чтобы проколотая окрестность этой самой точки y0, проколотая дельта 2 окрестность точки y0 попадала бы вот сюда, в эту окрестность. Вопрос такой. Только проколотая или вся? Что происходит с самой точкой y0? Она попадает в эту окрестность или нет? Да, попадает. Ну, конечно, попадает, потому что она попадает ровно в саму точку j от y0 по непрерывности. Вот это ключевой момент здесь, где мы пользуемся непрерывностью. Мы знаем, что вот эта точка попадает тоже в эту же самую окрестность. Поэтому на самом деле не проколотая окрестность вот эта попадает сюда, а вся целиковая окрестность, включая саму точку y0. Дальше. Теперь какая наша задача? Мы выяснили, что если мы попадаем вот сюда, то мы обязательно попадаем вот сюда. Если мы попали в дельта 2 от эпсилона окрестность точки y0, то мы обязательно попадем в эпсилон окрестность точки j от y0. Теперь вопрос. Как попасть сюда? Ну, мы теперь можем взять вот эту дельта 2 от эпсилон за эпсилон, за эпсилон 1 вот для этой картинки. Нам сказано, что для всякого эпсилона 1 найдется такая дельта 1 вот здесь, что я могу из прокола этой окрестности сюда попасть вот сюда. Ну, отлично, я именно это и сделаю. Я возьму вот эту дельта 2 от эпсилон, положу ее за эпсилон 1, и тогда у меня обязательно найдется такая дельта окрестность здесь, что проколотая дельта окрестность будет переходить обязательно в целиковую окрестность вот здесь. Ну, когда я говорю в целиковую, это означает, что она может переходить в какие-то точки этой окрестности, в любые, в том числе в саму вот эту точку y0. Но переходит и нам не страшно, потому что у нас сама эта точка y0, она тоже попадает куда надо. В общем, видно, что происходит следующее. Проколотая окрестность здесь переходит в окрестность здесь, а все точки из этой окрестности выпадают в эту окрестность. Ну, значит, это ровно то, что мы хотели. Вот и все доказательства. Так, ну что, давайте задайте какой-нибудь вопрос. А то у вас в домашке будет задачка, где вам нужно будет доказать похожее утверждение, только с бесконечностями с какими-нибудь. Так что в ваших интересах разобраться. Вы можете показать, в чем проблема у нас возникает, если функция непрерывна на этих стрелочках, ну, как с тем контрпримером? А, да, это очень хороший вопрос, да. Значит, где все ломается в этом контрпримере? Смотрите. Значит, дело в том, что если у нас функция, если у нас внешняя функция, функция g не является непрерывной, то это означает, что точка y0 может перейти куда-нибудь вот сюда. И это означает, что у нас теперь может оказаться, что из проколотой окрестности вот здесь на x-овой оси мы попадем ровно в точку y0, а из нее мы попадем куда-нибудь вот сюда. И это будет нарушать наши требования, чтобы мы из всех точек вот этой проколотой окрестности попадали в окрестность точки сжатой y0 под действием двух стрелочек. Все-таки 1 для рациональных и минус 1 для иррациональных непрерывная функция? Нет, как же ей быть непрерывной, если у нее в каждой точке разрыв? Значит, у нас нет ни одного предела. Смотрите, у нас ни в одной точке нет предела ни с какой стороны, потому что у вас есть последовательность, по которой вы можете стремиться к нулю, и есть последовательность, по которой вы можете стремиться к единице. Значит, никакого предела нет. Есть две последовательности с двумя разными пределами. Значит, по определению предела по гигейну это означает, что никакого предела нет. Мы только что доказали, как будет предел сложной функции, а теперь можно сказать, что значит, он есть для этой точки, значит, и функция сложная наша h от x непрерывно. Да, значит, мгновенное следствие из этой теоремы про предел сложной функции. Значит, мы пользуемся здесь тем, что внешняя функция непрерывна. Но, соответственно, если мы вернемся к теореме про непрерывность сложной функции, то здесь требуется непрерывность и внешней функции, и внутренней функции. Поэтому теорема определения сложной функции, наверное, срабатывает. Достаточно ли это строгость, это непонятный вопрос. Если вы понимаете это рассуждение, то вы можете его написать сколь угодно строго. Если не понимаете, то тут проблема не в нарушении строгости, а в том, что не совсем понятно рассуждение. В целом, если бы я написал бы сейчас это все текстом, то у меня получился бы совершенно аккуратный строгий текст. Строже некуда. Для устного рассказа все-таки не совсем понятно, как определять строгость. Если вам какое-то место кажется нестрогим, то ткните меня в это место, и мы его обсудим еще. Но рано или поздно напишу. Да, я, к сожалению, немножко затормозился с конспектами. Но я хочу придумать интересную штуку, и поэтому сейчас немножко торможу. Но напишу рано или поздно. До свидания. Да, до свидания. Ясно, Россию до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok